Всем привет, с вами Террион. У меня волосы классные, а значит будет заточка безопасная. Расскажу вам, как вообще безопасно точиться, как это происходит, ну и на оставшиеся средства мы с вами половим какое-нибудь зачарование. У меня сейчас есть 36 лямов, я собрал 30 биотитов, где же они, где же они? Вот они. А значит смогу сделать 10 крабовых луков и точнуться безопасно. В грабу я видел опасную заточку, потому что если я сфейлю лук обратно на плюс 6, там на плюс 5 или сломаю вообще на плюс 3, то это принесет мне убытки в несколько десятков миллионов, а мне это нафиг не надо. Так, у нас есть 10 гакунгов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я еще случайно скрафтил три плаща, которые мне нафиг не нужны. И теперь наши гакунги надо превратить сразу в крабовые луки. Как я понял, теперь это можно делать очень просто, не надо каждый грейд покупать по отдельности. Мы нажимаем на улучшение, выбираем сразу количество улучшений, нажимаем быстрая покупка и сразу видим, что нам требуется полтора ляма на покупку материалов и еще 80 тысяч на апгрейд лука. Давайте сразу это сделаем. Очень медленно все скупается, но это лучше, чем тыкать по одному разу. И вуаля, у нас сразу крабовый лук. Ну что, у меня теперь есть готовых 10 луков. Благодаря тому, что я набил биотиты и эмблемы орка, я сэкономил где-то лям. То есть 10 луков вышли мне где-то в 16 лямов, это очень хорошо. И довольно бюджетно, честно говоря. Почему не точусь на 10? Опаской, потому что в гробу я это видел. Сколько я не точил разные виды снаряжения своего, в том числе и лук, он у меня постоянно ломался. И в итоге я тратил денег больше, чем я бы потратил на безопасную заточку. Давайте запишем, сколько у меня сейчас атаки. И посмотрим, сколько станет атаки и крит шанса. Вообще, плюс 10 лук даст мне плюс 5% крит урона. Если я когда-нибудь заточу лук на плюс 15, что будет вообще на грани фантастики, он мне даст 15% крит урона еще сверху. Но, как я смотрел, плюс 15 лук с хорошим чантом стоит примерно 1,5 миллиарда. А сколько стоит плюс 10, мы сейчас узнаем. Итак, поехали. Бафаем на себя истинное зрение, которое дает нам бонус к урону и ко всему остальному. Смотрим, у нас 4580 атаки. Как видите, у кузнеца есть два пункта. Нормальная заточка, то есть опасная, с шансом сломать, которая требует всего 1 аридекон и 100 тысяч денег. И безопасная, которая с каждым левелом заточки требует все больше и больше ресурсов и больше денег. Тут нам требуется 10 луков, 85 аридекона и 2 миллиона 740 тысяч денег. Выбора нет. У меня уже все готово. Давайте точиться. И мы получаем плюс 10 лук. Отлично. Все. Плюс 10 лук это максимум, который можно заточить безопасно. Дальше все точится только опасными точками. То есть мы берем 5 аридекона, превращаем их в обогащенный аридекон и точимся. Но я это делать не буду. Нафиг оно надо. Может быть, когда введут грейд на следующий лук, я заточу его на плюс 12, чтобы следующий был сразу плюс 10. А или если я вдруг стану адски фармить СВП и накоплю кучу денег, то буду точить его на плюс 15. Пока плюс 10 мне хватит за глаза. Итак, снова бафаем прозрение. Смотрим атаку. 4676 атаки. То есть плюс 10 лук дал мне 96 атаки. Почти сотку атаки за один уровень заточки. Это очень круто. Ну что, предлагаю еще покрутить рулетку и поиграть в аттракционы. У нас есть 15 миллионов в зене. А соответственно, мы можем половить чанты. И может быть, мне повезет, я поймаю чанты еще на крит урон, на дарность атаки и так далее. К сожалению, единственный способ достать монеты Мора, точнее никак, один из немногих способов достать монеты Мора, это купить их здесь за зене или обменять на монеты дружбы. Но монеты дружбы копятся не в таких больших количествах, поэтому мой выбор потратить немножко зене. А я со скорби на сердце куплю 100 монет Мора за 5 миллионов. На самом деле, 100 монет Мора это не так много, учитывая, что тратится по 4 монеты на заточку, на зачарование. Но 5 миллионов это все-таки 5 миллионов. С другой стороны, те шапочки, которые мне осталось собрать, рецепты на них стоят от ляма до двух, а то и выше. Ну и материалы стоят соответственно. Так что, либо я сейчас себе куплю 2 шапочки на 5 миллионов и подниму где-нибудь 10 атаки, либо потрачу эти 5 миллионов на зачарование в надежде поймать какой-нибудь крутой чант на лук или на другие части снаряжения. А вот мы купили еще 42 монеты Мора на 420 монет дружбы, это супер. Итого у нас монет Мора, если переводить в зене, примерно на 7-8 миллионов. Так, буду я точиться продвинутым зачарованием, потому что помимо того, что продвинутое зачарование позволяет, как и среднее зачарование, поймать 4 стат, 3 стат тут продвинутого зачарования гораздо лучше. Например, я могу 4 стат поймать дистанционную атаку, а 3 статом поймать еще и крит урот дополнительный, что будет вообще супер. Давайте немножко покрутим лук ради интереса, спустим, допустим, там 10 попыток. Вдруг я поймаю на него 4 арку, например. То есть мне будет уже плюс 10% дистанционной атаки. Давайте крутим, хватит болтать. Так, давай-давай, выучение урона 1%, так себе. Атака 19, это у нас 4 попытка, 5, 6, 7, аги плюс 5, 8, 9, 10, ладно, 11 давай, нет. Оставляем арку, само собой. Ну что, давайте тогда покрутим боты. С ботами я тоже буду долго, если поймаю на них крит урон, буду только счастлив. Боты мне нужны, нужны реально, нужен крит урон на них. Сопротивление слепоте. Меткость. Макс СП. Это все рандом, вы можете поймать сразу, можете поймать через там 3 попытки, а можете поймать через 1000 попыток. Все рандом. Крит защита, уже что-то с критом. Сопротивление оглушению, атака. Усиление лечения, нет, это хлам. Меткость, нет. Атака, крит защиты, дай мне крит урон, дай мне крит урон, давай-давай-давай. Макс СП, атака, макс СП. Усиление лечения. Нет, ну давай-давай, крит защита опять. Третий раз ловится крит защита, зачем она мне? Крит защита опять. Мне даже, кстати, можно статы поймать какие-нибудь. Можно 8 лака поймать. Это тоже хорошо. Лучше, чем 5. Давай, доплечение. Нет. Атака. Ну, что ты делаешь? Давай, давай, давай. Атака. Нет. Опять атака. Давай, 4 стат. Давай мне крит за урон. Давай, давай. Ну. Все. Слили планетки. Осталось 3. Печально, печально. Ладно, у нас осталась еще фиолетовая пыль и... Ой, розовая пыль и розовые кристаллы. Они требуются на заточку аксессуаров. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас на визирной трубке. Крутим дальше. Вселение лечения, уклонение, защита. Мага атака, защита, хп. Атака 30. Меньше атаки. Я хочу 60. Будет 60 атаки, по-любому поменяю. Макс спа, уклонение. Атака 34. Сопротивление крит урона плюс 9. Так, ну что? У нас либо оставить 3 дексы, что в принципе не так круто, как могло бы быть. Либо взять 34 атаки. Все-таки я, наверное, возьму 34 атаки. Вот, потому что так, на мой взгляд, должно быть приятнее. Сейчас у меня 4593 атаки, потому что я сбил кратность дексы. Мне нужна еще одна декса, которую мы сейчас доберем с рун. И должно быть больше атаки. Опять же, тут есть шанс поймать 10 дексы. Я бы был рад, если поймал. Давайте покрутим. Меткость, крит защита. Макс спа, меткость. Нет, не то. Крит защита, меткость. Защита усилия. О, крит урон плюс 1,9%. Трата так. Только я тогда сфакаплю с уроном. Тогда итоговая атака у меня будет меньше. Но, но, блин. Давайте возьмем. Это лучше, чем 3 дексы. 3 дексы. Крит урон 1,9. Крит урон 1,9 я могу добрать с рун. Атака 49. Собака дикая. Майнит, прям майнит. Хочу 10 дексы. 10 дексы или 10% крит урона. Давай, да, защита, усиление, лечение. Уклонение, нет. Давай, атака 27, нет. Макс спа, уклонение. Крит защита, нет, не то. Защита, крит защита, нет. И нет. Ничего не поймали, ладно. А если сделать среднее, давайте. Хотя ладно, пусть копится. Ну что, как обычно, мы ничего не поймали. Незачарование. Сейчас мы снова бегаем, купим еще монеток. Я хочу покрутить лук. Хотя бы еще на лямчик монеток взять. Хочу их спустить в лук. Вдруг поймаю действительно что-нибудь стоящее. Может быть, третью арку, четвертую арку. Было бы замечательно. Давайте покрутим. Атака не. Уклонение. Пять атака. Инт плюс пять, просто лучше стат. И последняя попытка. Ничего. Не поймали мы ничего на лук. К сожалению, очень жаль. То есть, когда мы заточились, у нас было на сотку атаки больше почему-то. Сейчас у нас на сотку атаки меньше. И... В общем, все сложно. Я не понимаю, как это считается. Думаю, вы тоже. Ладно. Ладно. В любом случае, у нас стало больше атаки, чем было. И урона тоже. Что можно еще сделать? Можно, в принципе, безопасной заточкой точнуть наши перчатки. Там, по-моему, надо три или пять штук перчаток. Сейчас снова-снова засечем. У нас 4588 атаки. Вот это все, что и было до того, как мы точили лук. Сейчас точим перчатки. Итого у нас стало 4588 атаки. Великолепно. Как работает функция, которая рассчитывает итоговую атаку, я не понимаю. У нас атака должна была увеличиться как минимум на 12. То есть, у нас должно быть 600 атаки. Короче, какая-то странная система тут расчета атаки. Вы сами все видели. Почему она при заточке то увеличивается, то не увеличивается, то увеличивается и потом падает, мне непонятно. Если вы знаете, пишите в комментариях. Ну что, вот такой был коротенький видосик. Мы потащились, я показал вам, как это делать безопасно, потому что плюс десятого круга шмота вам хватит за глаза, если вы фри-то-плей игрок и особо не бегаете по МВП. И плюс десятый круг, в принципе, накопить реально на него. Особенно если учесть, что некоторые шмотки требуют гораздо меньшего числа, меньшего количества вложений, чем то же оружие, например, как у меня. Кстати, плюс десятый оружие теперь стоит... Стоит-стоит 81 миллион. 82 миллиона. Собственно, если бы я сам пытался точить на плюс 10 опасной заточкой, я бы наверняка потратил гораздо больше. Но вы сами решаете, как вам точиться. Хотите, точитесь безопасно. Хотите, точитесь опасно. На все воля бога рандома. Ну что, народ, свое мнение, как всегда, пишите в комментариях. Заодно, если объясните мне, почему так криво рассчитывается атака, я скажу вам только спасибо. А у меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и бахайте в колокол. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok